Меня зовут Александр Лукьяльченко, я представляю питомник Скайберри. Мы находимся в Воронеже, я расскажу немножко сейчас о нас. Выращиваем саженцы, голубики, жимолости, еще раз в морозе, жимолости японской. Значит, тема моя называется «Качество посадочного материала». И я уже, наверное, выступал в предыдущих наших семинарах на эту тему и думал, как бы не повториться. И подумал, что нужно все-таки, наверное, уделить внимание тому вопросу, с которым часто сталкиваются люди после того, как посадили плантацию и при возникновении каких-то проблем путают часто качество посадочного материала с другими проблемами. И вот я бы хотел с этого начать, наверное, немножко рассказать. Значит, мне кажется, если возникла какая-то проблема, для этого нужно разобраться в ней максимально детально, для того, чтобы понять, как не допустить и как избежать этой проблемы в будущем. Поэтому нужно разобраться все-таки, в чем же проблема. Это в качестве посадочного материала или в технологиях каких-то выращиваний или в каких-то других моментах. Потому что зачастую после того, как плантаторы посадили плантации, там, через год, через два, при возникновении проблем, пытаются найти эту проблему, приглашают каких-то консультантов, возможно, там, как бы спрашивают мнение у продавцов каких-то саженцев. И все приезжают, и зачастую, там, не разобравшись, говорят, 100% это привезено было с саженцами. Хотя, на самом деле, это может быть далеко не так. Но, во-первых, перед покупкой рекомендуется, как минимум, проверить эти саженцы. И если вы проверили, или, там, не знаю, возьмите, отберите какие-то образцы, сдайте в лабораторию, в конце концов, убедитесь в отсутствии каких-то заболеваний, там, рак, самая основная любимая, да, проблема, или, там, бутритесь, что, кстати, консультанты часто тоже не глядя говорят, что это, там, или бутритесь у вас, там, или, там, не знаю, еще какой-нибудь корневой рак, или, там, еще что-то, 100% привезено саженцы. Поэтому перед покупкой, ну, на мой взгляд, а если питомник, там, зажал, не дает вам растения на анализ, ну, купите у него несколько штук, отдайте независимую какую-то лабораторию, проверьте, убедитесь, что все в порядке, и потом сажайте в плантацию. Значит, попробуем разобраться, все-таки, какие вот основные проблемы, с которыми сталкиваются после посадки. Значит, вот сколько мы, мы много саженцев продаем в России, в Европе, у нас партнер есть, и мы в Европе с ним вместе тоже работаем, наблюдаем за плантациями, а вместе с продажей саженцев мы оказываем консультационную помощь в закладке и в технологиях выращивания в первый диапазонный период для того, чтобы сохранить гарантию на проживаемость. И вот много закладывается в плантации на юге, на Кавказе, особенно это проявляется на Кавказе, многие недооценивают подмерзание. Наверное, это одна из самых главных причин, по которой возникают другие проблемы, болезни, которые потом появляются, там, атакуют, когда растение повреждается. То есть перепады дневных и ночных температур, на Кавказе особенно, ну и на юге, в центральной полосе таких проблем меньше, потому что в центральной полосе более стабильный зима. Бывает, и тоже и у нас, потому что климат меняется, но их меньше. Там из-за большого перепада температур, например, там днем температура может быть, там, не знаю, 7, 10, 12, 15, а иногда даже и 20 градусов, и она вот особенно это проявляется в феврале месяце, когда солнце светит, оно уже становится активным, если, ну, ощущаете, да, что там солнце в январе, оно светит, и оно как бы особо не пригревает. А в феврале месяце уже чувствуешь теплый луч, и рыбаки часто загорают уже в феврале месяце на рыбалках. И вот на юге же нет снега, снежного покрова, который защищает от этого солнца. Ну, у нас даже там в садах, например, есть такое, яблони, когда мерзнут, называется солнечный ожог получает. Ну, это зимой как раз так и происходит. И вот эти колебания температур, они провоцируют сокодвижение. То есть верхняя часть растения, она еще не подает признаков жизни, то есть как будто бы спит, и все. А мало того, еще все большинство используют получивающий материал темный. На Кавказе вообще все сажают в чистый торф, гряды высокие, укрытые черным мучающим материалом. Солнце, когда светит, субстрат прогревается, и начинает провоцироваться сокодвижение. Но сок же тоже не накапливается быстро в растении. То есть он же начинает потихонечку двигаться, и до растения он не доходит. Поэтому верхняя часть спит, она не получает сигнала на пробуждение. А в нижней части, там на высоте от 10, говорили, от уровня Земли до 10 сантиметров, уже сок может накапливаться. А потом, после этой оттепели, приходит мороз. Вот минус 7, минус 10 градусов, это уже все. Это уже вот в этот момент возникает проблема. А глубина проблемы зависит от того, на каком уровне это подмерзло. Если это подмерзло... Вот есть фотография, я не знаю, здесь есть? Показать. Лазера нету, да? Александр, я что-то сделаю. Там что-то произошло. Значит, вот там есть две фотографии, сейчас мы вернем презентацию. Так, Александра Шиловодова, прошу подойти к сцене. Сейчас. Хотел показать фотографию и рассказать. О, вернулась. Все. Вот верхняя фотография, которая вот эта, это подмерзание на уровне Земли. И вот многие из вас сейчас смотрят и думают, и говорят, или думают о том, что это рак. Нет, возможно, это рак. Все может быть. Но вопрос, когда и почему он возник. Мы видим, что в этой зоне формируется калус, который пытается укорениться. Просто у меня есть видео, но его невозможно было сюда вставить, невозможно было бы отправить эту, было бы презентацию, запустить. Там есть четко прямо, мы прямо раскапывали, вытягивали, и видно, что с этих мест пытаются образоваться корешки. Вот когда корешки эти пытаются образоваться, это как раз растение пытается себя спасти, оно пытается регенерировать. И у него ничего не получается. А нижняя фотография, это вообще классическая схема подмерзания. То есть это подмерзло уже на высшем уровне Земли. Вот здесь фотография тут и с повреждением, еще и древесины есть, и с легким повреждением. Бывает такое, что подмерзает только кора, и когда уже даже побег или там растение засыхает, его срезают, оно полностью зеленое. То есть нет вообще признаков болезней в принципе никаких. Но вот здесь, в этой части, и происходит вся проблема. Вопрос сколько подмерзает. Если подмерзание коры там до 30% произошло, то есть вероятность того, что растение может еще регенерировать. Для этого нужно просто провести там несколько манипуляций. Если больше 30%, то от этого зависит, вот может быть наблюдали, когда сохнут либо кусты, либо побеги отдельно. Начинают они, как правило, где-то в 6-7 месяце, то есть в конце 6 месяца. А уровень повреждения коры, он от уровня зависит на то, когда растение погибнет, или побег засохнет. Он может, чем больше коры повредилось, тем быстрее засохнет этот побег. Чем меньше коры повредилось, тем дольше этот побег будет сохнуть. И вплоть до августа месяца. И наверняка наблюдали такую проблему, когда в июне в конце начинают либо выпадать растения, либо высыхать побеги. И длится это вплоть до сентября месяца. Вот это и есть как раз таки... Растение просто, оно не может просто сразу взять и погибнуть. Это и есть как раз таки проявление подмерзания из-за которого возникают проблемы, из-за которого впоследствии потом погибает растение или возникают побеги. Значит, следующая проблема это питание. Наблюдая за тем, какие системы питания используют и как вообще, какую методику используют, как правило, берут за основу какую-нибудь западную систему, голландскую или сербскую, или еще какую-то, используют ее уже ну, как истинную систему питания, не адаптируя ее под свои условия, под свой климат. И в большей степени эта проблема связана с тем, что долго вносят азот. Кажется многим, что азот из питания исключают, но продолжают его вносить там вплоть до октября месяца вместе с кальциевой селитрой. Что в кальциевой селитре азот содержится. И при этом еще продолжают подкислять азотной кислотой. Это что делает? Это растение не дает полноценно подготовиться к перезимовке, не дает закончить вегетацию. А вот это, при такой проблеме подмерзание происходит не зимой и не в феврале месяца, а еще в декабре, в октябре, в декабре, когда первый замороз проявляется. Но проявляется это только потом, на следующий год, или там в зависимости от уровня повреждений, может вообще еще там позже появиться. Поэтому этим надо не пренебрегать. Американцы в северных штатах, они максимум 10 июля заканчивают внесение азота вообще совсем полностью. А если кто-то говорит, что нужен кальций, то его вносить после этого периода не нужно. Если его вносили до этого периода правильно, он накапливается, он остается в земле. И дальше продолжает переходить в усваиваемую форму и усваивается до окончания вегетации. Но это, ну как бы, этих нельзя не пренебрегать. Но многие пренебрегают, как до октября месяца вносят кальций и усилим. Значит, следующая проблема. Это перед закладкой плантации неправильное подкисление почвы. Не знаю почему, но все почему-то либо недооценивают этот момент, либо отказываются правильно подкискать. То есть почему-то, если, то есть есть разные земли, да, есть земля, которую можно подкислить там путем внесения там 200 килограмм серы на гектар, а есть земли, где потребуется там в 5,5-6 тонн на гектар. Но вот до тонны никто не боится вносить. Вроде бы вносят там, как бы, но иногда тонны это, ну это просто потраченное время. А выше тонны, не знаю, где эти кто черпает информацию, откуда, я не понимаю, честно говоря, потому что мы сколько, ну, подготавливаем земель, да, вносим там достаточное количество, но ни разу ни у кого еще ни растение не погибло, ни, ну ничего не произошло. Даже сорняки стали расти лучше, когда подкислили, понимаете. поэтому не знаю почему все почему-то больше тонны просто вот не хотят вносить. Но это одна из первых причин, по которой в дальнейшем могут возникнуть проблемы с заболеваниями, с перезиморкой в этом числе. Дальше недооценивают качество торфа. Как бы это перспорно ни звучало, но торфа на самом деле качественного очень мало. очень многие поставляют торф с примесью переходного. Это встречается в 99% случаев. Но это глазом особо не увидишь. Это проявляется уже позже, когда он начинает минерализоваться. Через два года торф этот настолько становится, он превращается как не знаю, как в ил. И это такая иловая масса, которая держит в себе воду и нарушает аэрацию корней. Растение ослабляется, потому что в этой среде ему тяжело жить. И соответственно он недополучает элементы питания, он не проходит полноценную подготовку к перезимовке. А вот эта фотография, которую я сделал, это классический пример разницы может видно плохо, но попытаюсь показать. Разницы в ПАЖ. Вот здесь, вот в этом участке, видите в этом пятнышке, растения стоят красные, угнетенные, им скорее всего будет, у них будет проблема, они скорее всего завернут зимой. Вот в этом месте ПАЖ 7,2. А вот здесь, если видите, уже нормальные растения, хотя они в пределах одного ряда находятся. Вот там ПАЖ уже 4,8-4,9. Это вот наглядный пример на то, как влияет ПАЖ. Хотя многие, опять же, тоже говорят, что нет, это не может быть. Там, шестерка, это не проблема для голубики. Нет, это проблема. И шестерка может быть проблема. Голубика любит кислую почву. Это всем известно, это даже не надо на этом долго останавливаться. Следующая проблема. Полит с несоответствующим плач раствора. Значит, на самом деле у нас очень много классных плантаций, крутых, красивых, сделанных красиво, здорово. Системы орошения стоят прекрасно, узлы фертигации стоят. Но это еще не приговор к тому, что все хорошо будет. Вот большинство, если, я не знаю, здесь есть кто-нибудь, кто выращивает голубику из узла фертигации, но большинство не проверяют работу этого узла. Выставляют параметры на узле и думают, что он делает все то, что вы там выставили. Но на самом деле это далеко не так. Потому что на этом тоже это глубокая тема, на этом можно надолго остановиться. Но сколько мы проверяли, в 100% случаев, после того, как выставляют на узле фертигации 4,5 PH или 4,9 или 5, на самом деле идет практически тот PH, который в самой воды. Потому что то количество кислоты, которое потоком проходит через узел фертигации, через датчики, которые как бы контролируют кислотность, показывают ошибочные данные. То есть они не успевают проконтролировать весь процесс подкисления, связывания карбонатов и так далее. А даже кислый торф водой можно раскислить его до вплоть до... То есть можно ввести торф, посадить голубяку в торф аж 2,5, но через год у этого торфа уже будет шестер. Если его неправильно... Если неправильно подкислить воду. И это правда. Этим нельзя пренебрегать. Вот. Следующее. Это несвоевременная обрезка. Некоторые для того, чтобы ускорить этот процесс начинают обрезку осенью. Но начинают ее немножко рано. Когда вы начинаете раннюю обрезку осенью, когда растение еще не ушло в процесс покоя, в покой, то нарушается... Ну, происходит определенный гормональный сбой. Натуральный гормональный сбой. И запускаются процессы, которые, возможно, еще могут и не произойти, могут быть невидимы. То есть вы обрезали, могут начинать пробуждаться почки. Даже не то, что сегодня обрезал, вечером почки уже выросли. То есть могут начинаться процессы скрытые, которые не успевают запуститься или там... Они запускаются и не останавливаются. Потом приходит мороз и все. И в этот момент все беда. И дальше... Дальше, естественно, атакуют грибы, бактерии, появляются болезни, все пичкают химией и так далее. Но не в этом дело. Нужно все-таки правильно подходить к периоду обрезки. Значит, что в этом всем в принципе может помочь? Бывает проблема, которую еще можно избежать. И вот ошибку, которую делают консультанты, это когда прописывают там огромный список средств защиты растений с там коротким периодом. Чуть ли там не каждый день вы их там поливаете с препаратами, опрыскиваете препаратами, заливаете их там через день. И вот это первая ошибка, которую делают консультанты. Нет. Процессу регенерации помогает полив, не опрыскивание, а именно полив минокислотами. Но что важно, опрыскивание не дает вообще эффекта. Не дает. А полив, он участвует, но это тоже долго отдельная тема, он участвует в процессе регенерации, но здесь тоже нужно подходить особым путем. И важно использовать определенные аминокислоты, потому что аминокислоты часто у некоторых производителей содержат в себе гормоны, которые якобы дают какой-то эффект в первый год использования, но влияют на проблемы в будущем. Поэтому это очень осторожное дело. Это, то есть если подытожить сейчас, на самом деле, большая проблема, которую недооценивают, это подмерзание. А подмерзание происходит из-за того, что неправильно делают что-то в процессе выращивания, либо в процессе закладки. Вот. А теперь расскажу о бетоннике нашей. Александр, простите, пожалуйста, не обижайтесь. Вы должны напомнить. О бетоннике тогда очень быстро. Мы находимся в Воронеже, в Воронежской области, в самом центре. Выращиваем там, как я уже говорил, саженцы-голубики, саженцы жимовски-японской и смородины-черной. Выращиваем мы полностью под открытым небом, то есть натурально, как делают американцы. Потому что растения, так скажем, запоминают те условия, в которых они произрастают, и после высадки ожидают максимально близких условий, в которых они произрастали ранее. Поэтому наши саженцы максимально адаптивны, и тем более к пересадке уже в южных регионах. Ну, здесь я, наверное, не буду, про сорта, про сорта, наверное, всем довольно известно. Да, есть ранние сорта. Я хотел отдельно остановиться на дюке, потому что дюк — это сорт номер один, он такой самый популярный сорт. Я вам скажу, что в центральной полосе удивительным образом, вопреки описаниям всем, дюк проявляет себя как один из самых морозостойких сортов. Ну, всем известные сорта блю-про-блю-гол, да, долго тоже не буду на них останавливаться. Более поздние сорта Liberty Elliot, их больше для южных регионов они подходят. По качеству, если я скажу, так как тема была, качество пассачи материала, значит, саженцы-голубики лучше всего сажать двухлетние. Не однолетние, не трехлетние, а именно двухлетние. Для двухлетних саженцев объем горшка должен быть примерно от 0,5 до 2,5 литров. Но в идеале полтора литра, это прям золотая середина. Корни должны быть хорошо развиты. И из-за полной субстрата корневой системы должна быть не менее 80%, ну, от 60 до 100, но в идеале не менее 80%. Ну, высота побегов понятна, это тоже такой вопрос долгий. Если вам интересно будет, мы можем это в кулуарах, так сказать, с вами обсуждить и пообщаться. Количество, я думаю, может быть, все, кому интересно, просто сфотографируют этот слайд и прочитают это все, чтобы я не останавливался на этом долго. Значит, производство жимолости японской. У нас в этом году прошли, в 23-м году прошли уже практически полноценные испытания на вкусовые качества жимолости японской сортов Томи, Лори, Колин. Они превзошли вообще все ожидания и переплюнули, я не знаю, я могу это говорить или нет, наверное, и российские сорта, и канадские тоже, я заканчиваю это. И российские, и канадские сорта. Думаю, это интересное будущее вообще, если кому интересная жимолость, то за этим будет будущее. И еще возник очень интерес у сетей к этой ягоде, именно к японской жимолости, потому что у нее нетрадиционная форма, она дольше хранится, сохраняет свой тургот, а жимолость, а это как раз таки не пускает сок, что важно, а интересно это как раз таки сетями. Сети очень заинтересованы, и они, возможно, даже введут это как определенную категорию и требования до поставки на фреш-рынок. Томми, Лори, Коллинг, ну и, соответственно, черная смородина. Значит, единственное отличие у нас от всех питомников по черной смородине, во-первых, у нас все сорта, ну, скажем, современные технические, коммерческие сорта, они все подходят под комбайновую порку, крупноплотные, но важно то, что мы производим их не с открытой корневой системы, а с закрытых, горшках по девяткам. Здесь есть определенные преимущества. Более высокая приживаемость, сажать можно в разные периоды. Вот из примеров, почему, если возникает вопрос, почему вот с открытой корневой дешевле там или лучше, или все производят, закрытой корневой, все производят с открытой и так далее. Это вот простой пример с малиной. Раньше малину все сажали с открытой корневой, и все прекрасно знают результаты и приживаемость. Сейчас 99% плантаторов, которые сажают малину, перешли уже на зеленую рассаду, то есть на закрытый корень. Вот за этим тоже будущее. Все начнут переходить на закрытый корень, потому что это более гарантированная история. Ну, сорта, сорта крупноплотные, есть мягкие, есть твердые, все они подходят под комбайновую уборку, но есть разные цели в переработке. Есть на джем, есть на заморозку. Их надо определенным образом подбирать. А некоторые сорта подходят и на продажу на десертную. Наш посадочный материал весь сертифицирован. Несмотря на то, что у нас импортные сорта, мы в этом году сертифицировались как питомник, получили официальный сертификат, и все, весь посадочный материал поставляем с необходимым пакетом документов для получения субсидий для использования, не знаю, в инвест-кредитах и так далее, и так далее. Всем спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ